Откуда? В какой области? Ты откуда? Какой? Ты? Ты? Что надо тут? Что вы здесь забыли? Вадим Бабенко, солдат вооруженных сил Украины, в ходе боя получил ранение. Ополченцы оказали ему первую помощь. Этот солдат рассказал, что командиры перед боем просто обманули военнослужащих. Вам говорили, что аэропорт находится под контролем украинского? Стаси, стаси. Да, что там наши войска стоят. А мы, что вы увидели, как это появилось? В финале стоят наши войска. Надо забрать трехсотик. Мы поехали забрать трехсотик. Оказалось, что никаких там трехсотик нет, а нас отправили в нападение. У вас просто командиры обманули? Нас просто они кинули. А ступы они кинули. И все. Чтобы мы знали, что мы поедем в нападение, мы уже не раз отказывались. Чтобы мы знали, что будет, что куда мы едем, никто не поехал. А тут оказалось, что поехали роты и сказали, нет, никакого нападения забрать, надо трехсотик. Вот так и оказалось, что нам сказали, что по трехсотик, а оказалось совсем другое. В ходе боя украинские силовики потеряли два танка. Бойцы ополчения, которые удерживают позиции в аэропорту, уничтожили машины. Среди пленных подполковник украинских вооруженных сил. Он принимал участие в ротации силовиков, которые проходили во время перемирия. Командир батальона «Сомали» и его позывной гири крайне эмоционально объяснил офицеру, что каждый день украинские артиллеристы убивают мирных жителей Донецка. Ну и за что заслужишь? Помоги сюда. Это все вы сделали. А это какая нагрева? Хочешь, я пойду в гамму, тебя посмотришь? Глаза мне посмотри, хочешь? Ты знаешь, вчера, отрывал полтора месячных ребенок, остаться без матери, без отца. Здесь же командир подразделения «Спарта». Украинские военные несколько дней назад заявили, что он был убит. С этим подполковником «Моторолла» встречается уже второй раз. Первый во время ротации. Ты чего, что ты людей на убой повел? Говоришь, аэропорт ваш? Ну как? Ты сейчас в аэропорту. Я пошел детям забирать. Откуда? Забираться. С какого? С какого терминала? Терминал наш уже неделю. Всем пленным оказали необходимую медицинскую помощь. Ополченцы передали украинских военных руководству Министерства обороны, ДНР. Очередная попытка прорвать оборону ополчения в аэропорту провалилась. Украинская артиллерия продолжает бить по позициям бойцов Донецкой народной республики. На территории международного аэропорта Донецка часто промахивается, попадает по жилым кварталам, которые примыкают к воздушной гавани, стреляют из дальнобойной артиллерии, используют 152-миллиметровые самоходные артиллерийские установки, 120-миллиметровые минометы и реактивные системы залпового огня, град и ураган. Интенсивность артиллерийских ударов не снижается, обстановка здесь остается по-прежнему напряженной. Стоять наши войска. Надо забрать трехсотых. Мы поехали забрать трехсотых. Оказалось, что никаких трехсотых не было, нас отправили в нападение. У вас просто командиры обманули? Нас просто они кинули. А ступы они кинули. И все. Чтобы мы знали, что мы поедем в нападение, мы уже не раз отказывались, чтобы мы знали, что будет, что куда мы едем, никто не поехал. А тут оказалось, что поехали. Ротник сказал, нет, никакого нападения, ничего, забрать, надо трехсотых. Вот так и оказалось. И что нам сказали, что по трехсотках, оказалось совсем другое. В ходе боя украинские силовики потеряли два танка. Бойцы ополчения, которые удерживают позиции в аэропорту, уничтожили машины. Среди пленных подполковник украинских вооруженных сил. Он принимал участие в ротации силовиков, которые проходили во время перемирия. Командир батальона «Сомали» и его позывной гири крайне эмоционально объяснил офицеру, что каждый день украинские артиллеристы убивают мирных жителей Донецка. Ну и за что заслужишь? Помоги сюда. Это все вы сделали. А это какая-то. Хочешь, я пойду в комнате, посмотришь? Глаза мне, посмотри, хочешь? Ты знаешь, вчера, когда враг, полторазмещенный ребенок, остаться без матери, без отца. Здесь же командир подразделения «Спарта». Украинские военные несколько дней назад заявили, что он был убит. С этим подполковником «Моторолла» встречается уже второй раз. Первый во время ротации. Ты все, что людей на убой поел. В ходе боя украинские силовики потеряли два танка. Бойцы ополчения, которые удерживают позиции в аэропорту, уничтожили машины. Среди пленных подполковник украинских вооруженных сил. Он принимал участие в ротации силовиков, которые проходили во время перемирия. Командир батальона «Сомали» и его позывной гири крайне эмоционально объяснил офицеру, что каждый день украинские артиллеристы убивают мирных жителей Донецка. Ну и за что заслужишь? Посмотри сюда. Это все вы сделали. А это какая награда? Хочешь, я приведу, вон у тебя посмотришь? Шах походи. Глаза мне посмотри, хочешь? Ты знаешь, вчера, когда я урал полторазмесячный ребенок, остаться без матери, без отца. Здесь же командир подразделения «Спарта». Украинские военные несколько дней назад заявили, что он был убит. С этим подполковником «Моторолла» встречается уже второй раз. Первый во время ротации. Ты что-то людей на убой повел? Говоришь, аэропорт ваш? Ну как? Ты сейчас в аэропорту. Я пошел в детстве, аэропорт забирать. Откуда? Забираться. С терминала? Какого терминала? Терминал наш уже недели. Всем пленным оказали необходимую медицинскую помощь. Ополченцы передали украинских военных руководству Министерства обороны ДНР. Очередная попытка прорвать оборону ополчения в аэропорту провалилась. Украинская артиллерия продолжает бить по позициям бойцов Донецкой народной республики. На территории Международного аэропорта Донецка часто промахивается, попадает по жилым кварталам, которые примыкают к воздушной гавани.